Цитирую данные мониторинга, опубликованные на общенациональном информационном портале АПК-Информ. Сообщение небольшое, поэтому даю в полном объеме. Согласно предварительным данным мониторинга, проводимого АПК-Информ, в период с 14 по 20 сентября морскими портами Украины на экспорт было отгружено 924 тысячи тонн основных зерновых культур, что на 7% ниже показателя предыдущей недели. В частности, в отчетный период объема экспорта пшеницы немного возросли и составили 836 тысяч тонн, а экспорт кукурузы увеличился в два раза, до 14 тысяч тонн. При этом отгрузки и очменя значительно сократились. Согласно сообщению, в топ-тройку направления экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли Турция, Египет и Греция. С учетом актуализации данных, лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт остается порт Николаев. Второе место занимает порт Пивденный. Третье – порт Черноморск. Напомним, что за январь-август 2019 года Украина экспортировала 9,89 миллиона тонн пшеницы на сумму 1,87 миллиарда долларов. Хотел бы обратить внимание, что тенденция к снижению экспорта зерновых существует. Нет, Украина по-прежнему одна из стран, играющих заметную роль на этом сегменте мирового рынка. Ну хорошо, что специалисты в этой отрасли начинают понимать, в какую сторону надо двигаться, чтобы стать более востребованными со своим товаром. На прошлой неделе в Киеве состоялся круглый стол европейских инвестиций, перерабатывающую отрасль Украины и создание привлекательного инвестиционного климата. Заслуживает внимания выступление руководителя службы бизнес-проектов АПК «Информ» директора мукомолы Украины Родиона Рыбчинского. Вот что он сказал. Сегодня Украина экспортирует немного муки. В 2018 календарном году 300 тысяч тонн. По запрошенному немного более 400 тысяч тонн. Наращивание производства муки и уменьшение ее себестоимости возможно при внедрении современных технологий. И предложил проект строительства завода по переработке сырья. Эффективность такого производства проявляется при загрузке мощности до 300 тонн сырья в сутки. Затраты на его создание 120 миллионов долларов. А для увеличения экспорта мяса, по мнению Рыбчинского, надо развивать отрасль по переработке продуктов для создания комбикормов. И снова цитата. Третьим направлением является бобовые, площадь под которыми за последние три года в Украине увеличилась в три с половиной раза. Пока, к сожалению, опыта работы с бобовыми в Украине как с продовольственной группой зерна нет. Так же, как и нужного для этого оборудования. Целенаправленного действия по продвижению оборудования для такого сегмента, к сожалению, в Украине нет, отмечает Родион Рыбчинский. Прислушается ли власть к словам специалистов?